В Киеве 16.00, а значит на Freedom время новостей. Здравствуйте. 26 человек получили ранения, в том числе двое подростков, в результате удара российских оккупантов по кривому рогу. Две пострадавшие в тяжелом состоянии. У одной резанные раны головы, у другой осколочное ранение живота, сообщает Днепропетровская областная военная администрация. В городе повреждены административные здания, пять многоквартирных домов и несколько автомобилей. Также россияне атаковали Днепро. Там пострадали два человека. Повреждены два частных дома, предприятия и центра реабилитации для людей с инвалидностью, сообщает областная военная администрация. Кроме этого, частично разрушена котельная, выбиты несколько десятков окон. Накануне поздно вечером российские оккупанты сбросили две авиабомбы на жилой квартал Константиновки Донецкой области. Шестеро местных жителей ранены. На момент атаки они находились в своих домах, сообщили в прокуратуре. У пострадавших минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузии. Также повреждены десять фасадов многоквартирных домов, магазин, гараж и автомобиль. В день достоинства и свободы Украины президент Владимир Зеленский почтил память украинцев, погибших во время революции достоинства. Глава государства установил лампадку возле креста на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. В одиннадцатую годовщину революции в память о погибших одиннадцать раз ударили в колокол. 153 боестолкновения Противник зафиксировано за сутки на фронте. Как сообщили в Генштабе ВСУ, больше всего атак российские оккупанты провели на трех направлениях. На Покровском силы обороны Украины отразили 34 штурма, на Кураховском и Евремеевском по 29. На Лиманском участке фронта украинские войска остановили 10 атак противника, на Купенском – 7. Еще 6 штурмов зафиксировано на Приднепровском направлении и 4 на Харьковском. Противник продолжает агрессивные штурмовые действия на Кураховском направлении, несмотря на потери. Динамика штурмовых действий российских оккупантов меняется каждый день, ведь они пытаются достичь административных границ Донецкой и Луганской областей. Тем не менее, силы обороны Украины противостоят противнику, нанося большие потери. Почти 80-85% ежедневных потерь врага приходится именно на нашу Восточную операционную зону. Назар Волошин, спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», в эфире марафона «Едыни-Новыны». За минувшие сутки украинские военные уничтожили 1510 солдат армии РФ. Также силы обороны ликвидировали 8 российских танков, 24 боевые бронемашины, реактивную систему залпового огня и два средства ПВО. Украинские военные, кроме этого, уничтожили 50 артиллерийских систем, сбили 57 беспилотников и сожгли сотню автомобилей и специальной техники противника. Южно-Африканская республика выразила готовность присоединиться к усилиям Катара и Ватикана и взяла на себя роль посредника возвращения депортированных россиянами украинских детей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины. Накануне в ЮАР прошла конференция, посвященная возвращению несовершеннолетних, принудительно перемещенных россиянами с временно оккупированных территорий Украины. А еще Украина представила документ, в котором освещаются нарушения России и Женевских конвенций. Впервые его показал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубенец. Документ получил название «Московская конвенция об обращении с военнопленными». Одна из целей этой инициативы – привлечь внимание международного сообщества к военным преступлениям, которые совершает Москва. Фиксация каждого случая – доказательство для спецтрибунала над российской властью за агрессию в отношении Украины. 15 личных историй украинских пленных и их родных содержит документ, в котором освещаются нарушения России и Женевских конвенций. Каждая история – доказательство геноцида украинского народа и военных преступлений Российской Федерации. Это макулатура, которая называется «Постатейный комментарий к Женевским конвенциям». Вот это называется «Идеальный мир», о котором отчитываются международные организации, отчитывается Красный Крест. А вот это реальность, в которой живем мы. Это пережили все народы, которые столкнулись с россиянами в течение последних 30 лет. Стамбульский протокол 1999 года по расследованию пыток различает 16 их форм. По меньшей мере 14 из них Россия применила к украинским военнопленным. И об этом также должны постоянно говорить миру. С начала полномасштабного вторжения России Украине удалось освободить из российского плена 3767 человек. Однако, как отметил уполномоченный Верховной Рады по правам человека, страна-агрессор продолжает удерживать десятки тысяч украинских граждан. Точное количество пленных остается неизвестным, так как Москва блокирует доступ Международного комитета Красного Креста. При этом в своих отчетах комитет об этом не упоминает. Если Международный комитет Красного Креста показывает свою неэффективность, мы создадим на базе омбудсменов мира новую организацию. Мы даже уже начали коммуникацию, и ряд моих коллег выразили не только желание принимать в этом участие, а даже реально предприняли некоторые шаги. Например, мой турецкий коллега приехал в Украину. Мы предоставили доступ к российским военнопленным, и он даже публично заявил, что отправил обращение российской стороне, чтобы ему предоставили доступ к украинским военнопленным на территории РФ. До сих пор мы ждем публичного ответа. Еще один факт военных преступлений россиян – депортация украинских детей. По данным омбудсмена Дмитрия Лубенца, за более чем тысячу дней полномасштабной войны Россия депортировала из Украины около 19,5 тысяч детей. Домой удалось вернуть 1012 маленьких украинцев. Факты преступлений Российской Федерации задокументированы Генеральной прокуратурой Украины. Материалы для будущего специального трибунала в Гааге готовят 16 прокуроров из шести стран, которые состоят в Евроюсте. В команде есть и представители от США. Как ранее пояснили в украинском МИДе, специальный трибунал фактически единственная возможность привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступления агрессии. Потому как у Международного уголовного суда нет компетенции расследовать преступления агрессии против конкретно Украины из-за определенных правовых ограничений. Такой трибунал будет дополнять работу суда. Создание специального трибунала поддержали Канада, США, Япония, Грузия, Новая Зеландия, Великобритания и целый ряд стран Евросоюза. Всего 44 государства, а также Европарламент и Парламентская ассамблея Совета Европы. А 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина по подозрению в депортации украинских детей и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали римский статут. Гентаутас Полуцкас стал новым премьер-министром Литвы. Его кандидатуру предложила Литовская социал-демократическая партия, которая победила на выборах в Сейм страны. Теперь Полуцкас должен представить парламенту сформированный и утвержденный президентом кабинет министров, а также дать на рассмотрение программу деятельности правительства, не позднее, чем через 15 дней после назначения. Разрешить Украине наносить дальнобойные удары по территории России переданным оружием призвал Германию президент Владимир Зеленский. По его словам, Киев сейчас работает над тем, чтобы все страны поддержали решение о дальнобойности и предоставили соответствующее оружие. От Германии Украина рассчитывает получить ракеты Таурус. Больше расскажут мои коллеги. САУ, машины и сотни дронов. Германия подготовила новый пакет военной помощи для Украины. В нем 4 самоходных гаубицы Panzerhaubizen 2000 с запчастями и более 40 155-мм снарядов к ним. Кроме того, ВСУ получат 3 танка для разминирования «Висент-1» с запчастями и 3 плуга для разминирования. Дроны-разведчики, винтовки, патроны к стрелковому оружию. Эта военная помощь предоставляется двумя различными способами. С одной стороны, это средства федерального правительства для укрепления потенциала безопасности, которые используются для финансирования поставок военной техники. С другой стороны, это поставки из запасов федеральных вооруженных сил. Из сообщения на сайте Министерства обороны Германии. В пакет не попали дальнобойные крылатые ракеты «Таурус». Предоставить их Киев просит еще с прошлого года. Но канцлер Германии Олаф Шольц продолжает блокировать передачу. По словам Шольца, поставки «Таурус» якобы могут привести к эскалации, ответственность за которую понесет Германия. Я очень ясно объяснил, почему не считаю правильным поставку крылатых ракет «Таурус». Их можно было бы использовать только в том случае, если вы разделяете ответственность за конечную цель. Но это то, за что я не могу и не хочу брать на себя ответственность. В то же время у нас также есть четкое представление о том, что мощное вооружение, которое мы до сих пор поставляли, артиллерия, действующая повсюду, ракетные установки, не могут быть использованы для проникновения вглубь российской территории. В то же время за предоставление Украине ракет «Таурус» выступают многие немецкие топ-чиновники, в том числе кандидаты на должность канцлера Фридрих Мерц и Роберт Хабек. Так дальше продолжаться не может. Если Путин этого не понимает, тогда должен быть следующий шаг, и ему нужно сказать, если он в течение 24 часов не прекратит бомбить гражданское население в Украине, тогда Германия должна отправить ракеты «Таурус», чтобы уничтожить пути поставок, которые этот режим использует. Ответ на этот вопрос – да. Тем не менее, поставки оружия всегда были одними из самых трудных решений, которые приходилось принимать под ответственность правительства. Передачу Украине «Таурус» поддерживают и немецкие законодатели. Большинство нынешних членов немецкого парламента и даже часть правительства, за исключением канцлера Олафа Шольца, поддерживают нас. Мы должны быть в одном ряду с нашими союзниками. Их позиция изменилась. Поэтому, думаю, и позиция Германии должна измениться. Предложение о начале поставок дальнобойных ракет «Таурус» к Киеву немецкий парламент рассмотрит еще раз на следующей неделе. Инициативу на голосование вынесет свободная демократическая партия Германии. Администрация Байдена в США принимает решительные меры. Теперь Германия должна последовать ее примеру и передать Украине «Таурус». Кристиан Дюр, лидер фракции «Свободной демократической партии». В комментарии изданию «Тагест Шау». Пока Бундестаг планирует голосование, вооруженные силы Украины готовятся использовать мини-таурусы. Так называют дроны-камикадзе, которые сами ориентируются на местности, используя искусственный интеллект и могут продолжать движение к заданной цели даже в случае потери связи. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, Берлин передаст Киеву 4000 ударных беспилотников. Межконтинентальную баллистическую ракету запустила сегодня по Украине армия РФ. Об этом сообщили воздушные силы ВСУ. Там отметили, что в период с 5 до 7 утра российские войска атаковали Днепро, используя разные типы ракет. Межконтинентальную баллистическую запустили из Астраханской области. Также из истребителя МиГ-31К атаковали город Кинжалом, а из стратегических бомбардировщиков в Ту-95МС выпустили 7 крылатых ракет Х-101. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар, подчеркнул, что Россия применила новые ракеты из-за страха поражения. Сегодня наш безумный сосед в очередной раз показал, какой он на самом деле, и как он презирает и достоинство, и свободу, и вообще жизнь человека. И как он боится. Боится настолько, что применяет новые ракеты. И ищет по миру, где еще найти оружие. То в Иране, то в Северной Корее. Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики. Скорость, высота. Межконтинентальная, баллистическая. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон. Очевидно, что Путин боится. Когда рядом с ним просто есть нормальная жизнь. Когда у людей есть достоинство. Когда страна просто хочет быть и имеет право быть независимой. Путин делает все, что угодно, только бы не позволить соседу вырваться из его рук. И я благодарю всех украинцев, всех украинок, которые защищают Украину от этого зла. Стойко, храбро, отважно, достойно. Это одно из главных слов об Украине. Достоинство. И это слово, которое, вероятно, уже никогда не скажут о России. Использование межконтинентальных ракет для ударов по Украине говорит о желании продолжать эскалацию. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Европейского Союза Петер Стана. По его словам, в Брюсселе внимательно следят за сообщениями об использовании Москвой нового вида оружия. И добавил, что в действиях Кремля есть признаки ядерного шантажа. Путин снова играет в ядерную авантюру с недавно обновленной ядерной доктриной России. Он завербовал северокорейских солдат, чтобы они прибыли на европейскую землю. Так что все это явные признаки стремления к эскалации, а не воли к поиску путей к миру. Так что действительно, если они используют межконтинентальную баллистическую ракету, это будет еще одним количественным и качественным изменением в этом подходе и явным признаком эскалации. Никакой капитуляции Украины не будет. Стратегия «Мир через силу» продолжает работать. Так прокомментировал российский удар межконтинентальной ракетой под Днепру руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБУ Украины Андрей Коваленко. По его информации, Путин пытается повысить ставки, в том числе перед Западом. И подробнее эту тему обсудим с гостем Игорь Попов, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» уже на связи с «Фридом». Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Россия впервые за время войны против Украины применила межконтинентальную баллистическую ракету, что является еще одним шагом кремля к эскалации. Как вы считаете, с какой целью это было сделано, чего добивается Путин, решившись на этот шаг? Это очередной шаг в лестнице ядерной эскалации. Есть такая теория американского ученого Германа Кана, который показывает, как от ступеньки к ступеньке страны могут двигаться к нанесению непосредственных ядерных ударов и полномасштабной войне. Сергей Караганов, кстати, во многом является последователем концепции Германа Кана. Его демонстрация возможности применения носителя ядерного оружия это, конечно, одна из ступеней. Это запугивание и Украины, и Запада тем, что один из следующих ударов, она может быть уже оснащена спецбойприпасами. Пока нет официальной информации, что это была за ракета. Однако из вариантов, что Россия применила, один из вариантов, точнее, что Россия применила рубеж, который может нести ядерный заряд. Ну и очевидно, что это сигнал Западу отказаться от поддержки Украины. Как вы думаете, действует ли вот такая тактика, тактика запугивания Кремля на союзников Киева? На кого-то, возможно, и действует. То, что прошло уже несколько часов, официальной информации нет, это тоже показывает, что, возможно, западная сторона не желает обострять. Потому что, на самом деле, американские спутники засекают все подобные старты и мгновенно определяют тип этой ракеты. И для этого не нужно месяц проводить экспертизу. Это видно было бы по траектории сразу. Пока же официальных заявлений нет. Да, в США сейчас только начинается утро, и главное, что они только просыпаются, возможно, они получат доклады и сделают эти заявления. Ну и тогда наши союзники очередной раз поставлю перед выбором. То есть, то ли идти на уступки Кремлю, то ли принуждать к миру через силу. Ранее мы уже услышали реакцию Европейского Союза. Представитель внешнеполитической службы Петерстана подчеркнул, что Россия пошла на ядерную авантюру, как вы также отметили и демонстрирует четкий признак эскалации. Вот при этом о возможном ответе ЕС нет ни слова. Как вы думаете, какая должна быть реакция Запада на это ответ был довольно слабый, скажем честно. Это в стиле глубокой озабоченности. Реакция Запада – это поддержка плана победы Владимира Зеленского. И то, что первый пункт уже поддержан, разрешение на использование западного вооружения дано. Это могло бы быть продолжено. Там в этом плане предусмотрена возможность применения западных средств противоракетной обороны для сбития цели на территории Украины вплоть до перспективы объявления территории Украины бесполетной зоной и размещения комплекса неядерного сдерживания территории Украины. Пока что даже намеков на выполнение этих предложений не прозвучало. Вот есть информация, которую хочется озвучить и обговорить с вами. Приоритетная цель – так в России прокомментировали недавние открытия в Польше базы противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки. Российская Федерация пригрозила Варшаве потенциальным поражением. Спикер Министерства иностранных дел России Захарова добавила, что Соединенные Штаты якобы продолжают провоцировать Россию и способствовать наращиванию напряженности. Ну вот, пожалуйста, прямая угроза Польши и прямая угроза США членам НАТО на секундочку. Вот разве этого недостаточно, чтобы перейти и Варшаве, и Вашингтону, и в общем альянсу к более решительным действиям в контексте военной поддержки Украины хотя бы? Некоторые обозреватели, многие даже польские политики тоже соглашаются с подобной постановкой вопроса. Потому что вот эта база на Балтике, в Рязенково, где ИДЖИС поставили современное, она носит исключительно оборонительный характер. Действительно возросли угрозы со стороны Российской Федерации, а и Польша как член НАТО укрепляет свою оборону. Базу строили больше года. То есть об этом заявления были и ранее, но вот только сейчас, после неких официальных заявлений о ее полном открытии, мы видим настолько эмоциональную реакцию со стороны Кремля. У нас же, в принципе, Российская Федерация, она напрямую сейчас угрожает Европе, да, и недавно мы сообщали о том, что в Балтийском море два кабеля были перерезаны, возможно, при участии Российской Федерации. Как Запад должен вообще реагировать на вот эти провокации, на гибридную войну Российской Федерации? Ну, по-прежнему конкурируют две концепции. Это мир через деэскалацию и мир через сил. Украинская сторона продвигает концепцию именно мира через усиление Украины, в том, что любые переговоры на мире надо проводить с позиции силы, с позиции гарантий и военной финансовой поддержки Украины. Для Российской Федерации, конечно, интересно было бы вступление в переговоры в условиях дисбаланса военных потенциалов, то есть когда Россия может наносить ракетные удары любым типам оружия по любой точке на территории Украины, а Украина должна отбиваться максимум метадронами собственного производства. И поэтому именно поставка даже ограниченной партии Атаканусов с очень ограниченным радиусом действия немного выравнивает боевые потенциалы, и, соответственно, поэтому официальный Кремль так резко и реагирует на вот эти решения западных правительств. Игорь Владимирович, я еще хочу продолжить тему угроз Кремля. Вот на этой неделе Путин обновил ядерную доктрину России, в которой, ну скажем так, расширил официальный перечень условий для возможного применения оружия массового поражения. Как реагировать на эти изменения? Не становится ли Кремль еще ближе к применению ядерного оружия? К сожалению, становится, и, к сожалению, периодически возникают сомнения в адекватности тех, кто может принимать подобные решения. Именно поэтому, кстати, вопрос ядерной безопасности Владимир Зеленский поставил первым пунктом в своей формуле И там записано именно как недопустимость не просто применения ядерного оружия, а даже угроза его применения, а также, безусловно, защита ядерных объектов. И мы видим, что последние действия российского руководства как раз нарушают эти принципы, подвергаются обстрелами энергетические объекты вблизи украинских атомных станций, а также Россия применяет межконтинентальную баллистическую ракету, которая является, в том числе, носителем ядерного оружия. И это не только позиция Украины, которая состоит в том, что применение ядерного оружия как средства политического стандарта является недопустимым. Именно это положение поддержали и 100 стран, участвующих в первом саммите мира. И более того, даже Китай, у которого есть особая позиция по российско-украинской войне, Китай постоянно подчеркивает недопустимость ядерной риторики и ядерной эскалации. Но, к сожалению, пока что на Россию это не действует. Вот вы сейчас упомянули Китай, а Пекин, он ведь, помните, скажем так, ничего плохого не говорил, когда Соединенные Штаты и Евросоюз разрешили, дали Украине дозволение, скажем так, на удары по Российской Федерации их вооружением, и Пекин при этом не осуждал такое решение западных союзников Украины. Говорит ли это, что отношения между Пекином и Москвой немножко сейчас нестабильны? Российско-китайские отношения не столь радостные и безоблачные, как хотелось бы многим врагам Украины. И поэтому, да, там есть свои противоречия. С одной стороны, китайская экономика рассматривает войну в Украине, как войну России против Запада. Китайская экономика зарабатывает на этой войне. Китай является монопольным покупателем многих российских природных ресурсов, леса, золота, нефти. Но в то же время Пекин периодически прекращает попытки российского капитала обходить финансовые санкции через китайские банки. Для Китая торговля с Европейским Союзом и Соединенными Штатами является более важным, чем торговля с Россией. А Россия, после того, как китайские компании часто заменили европейские и другие западные на российском рынке, в России высказывает беспокойство, что Китай слишком сильно влияет уже на российскую экономику. И поэтому даже их цели в войне в Украине во многом отличаются. И именно это украинская дипломатия и пытается использовать. Хотя, честно признаемся, работать с Китаем сложно. У нас есть много разногласий. Игорь Владимирович, учитывая все вышесказанное, это эскалация войны со стороны Российской Федерации, это повышение ядерных рисков и ядерных угроз со стороны Кремля, применение впервые в войне против Украины межконтинентальной баллистической ракеты. Вот эти все события, они могут подтолкнуть союзников Украины к более, скажем так, быстрому реагированию, чтобы передать Украине и вооружение, и средства ПВО, и в целом усилить поддержку Киева? Сейчас проходят консультации на различных уровнях между партнерами Украины, и они вырабатывают свои решения. Хотелось бы, конечно, чтобы решения были быстрыми, оперативными и сильными. Но будем наблюдать, смогут ли они это сделать. Мы следим за ситуацией в любом случае. Спасибо большое за ваши ответы. Игорь Попов, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» был с нами на связи. Мы говорили в том числе об ударах межконтинентальной баллистической ракеты по Украине. На этом у меня все. Больше новостей расскажу вечером. Следующий выпуск проекта «Наше время» не пропустите в 21.00. До встречи на Freedom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин